Аппаратное совещание прошло в Государственном архиве Ульяновской области. В начале заседания губернатор Сергей Морозов рассказал о деловой встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, которая состоялась на прошлой неделе. Председатель правительства услышал положительную информацию о том, что валовый региональный продукт у нас вырастет не менее чем на 105% и достигнет рекордную сумму, ну по крайней мере пока оперативно считаем, что не менее 360 миллиардов рублей, что объем инвестиций у нас будет не хуже прошлого года и где-то варьируется от 90-100 миллиардов рублей. Глава области рассказал об инвестиционных проектах, которые продолжат реализовываться в регионе. В их число входит строительство автомобильного завода, производство лопастей для ветрогенераторов и солнечных электростанций, открытие центра кастомизации самолетов. Следующим вопросом аппаратного совещания стало строительство школы детского сада в Ишеевке на 420 мест. Стройплощадку минувшие выходные посетил губернатор. Задача достаточно проста и трудная. В конце декабря, в соответствии с условиями договора, школа должна быть построена. Школа детский сад с бассейном. Значит, более того, значит тогда мы в соответствии с условиями соглашения до 31 декабря должны этот комплекс приобрести. Занятия в новом образовательном центре начнутся 1 сентября следующего года. До этого времени разработают концепцию школы и определят основные направления ее работы. Школьные вопросы на этом не закончились. Глава области поставил более широкую задачу – повышение статуса всей образовательной сферы. Главное, я сейчас говорю, не только повысить материальное благосостояние людей, не только повысить их, знаете, моральное настроение. Главное, в другом все равно. Главное, выйти на огромную программу воспитания человека. От вопросов образования перешли к вопросам здравоохранения. Губернатор поручил изучить опыт Московской области, где создается единый центр управления регионом. С начала Нового года такая структура должна была начать действовать в системе медицины. В муниципалитетах создаются районные отделы здравоохранения. Но пока эта работа ведется медленно. Плохо. Оценил губернатор работу главы Минздрава Сергея Панченко по этому направлению. 1 января по большому счету все это должно начать работать. А у нас уже 14 дней прошло и пока еще ни коня не воз. Сергей Морозов подверг критике тот факт, что в крупных городах здравоохранения будут работать всего по два человека. Этого недостаточно, отметил губернатор. Сообщил глава области о проведении изменений в сфере управления государственным имуществом. Мы упраздним агентство имущества и перераспределим все его полномочия между органами власти. Чтобы у нас органы государственной власти имели персональную ответственность. На базе Ульяновского БТВ будет создана имущественная корпорация. Поэтому срок у нас достаточно короткий. С учетом большого количества времени потраченного деятельность имущественной корпорации должна быть начата с 1 февраля 2019 года. На аппаратном совещании были подведены итоги социально-экономического развития области за 11 месяцев прошлого года. Ульяновская область за последние годы ни разу не выпадала из пятерки лучших субъектов Приворожского федерального округа с точки зрения социально-экономического развития. Мы весь этот год шли на 7, 8, 6 местах. Последние полгода, прям 6 ровно месяцев мы были шестыми. И вот первый такой достаточно прорывной момент произошел по результатам 11 месяцев. Мы переместились на 4 место. Ульяновская область находится в числе лидеров по вводу жилья в эксплуатацию. Низкому числу безработных, сельскому хозяйству и строительству. Хуже обстоят дела с демографической ситуацией, торговлей и темпами роста заработной платы. Продолжает обсуждаться реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, которая начала действовать с начала этого года. Горячие линии региональных операторов и Министерства природоэцикличной экономики за прошедший период Нового года определило около 6 тысяч обращений, которые поступили на 5 горячих линий. Большинство из этих обращений связаны как раз с тем вопросом, который озвучил Сергей Иванович. Это нехватка контейнеров или отсутствие их привычного для жителей местах. Каждое обращение проверяют и стараются незамедлительно решить. Также министр обозначил несколько базовых проблем, которые нуждаются в решении. Это очистка от снега и наледи подъездных путей к контейнерным площадкам и создание мест для крупногабаритного мусора. Эти вопросы необходимо решить в ближайшее время. Егор Тстов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.